А население Абхазии и Южной Осетии хотят возвращения в состав Грузии? Ну, надо знать, что это такое. Осетия — это один стадион народа всего. Там, Южная Осетия. Это, самое главное, это коренная земля Грузии, коренная. Абхазы, народ, который есть свой язык, у них нет слова «лодка», «корабль». Это пришедшие люди, много лет назад. Был такой Давид Ахмашин, который был у нас, царь. Очень прогрессивный был человек, который, чтобы защищать границы, ну, народу-то мало было в Грузии, все воевали, когда надо было, выходили. И они поселились там, и это смешанные семьи. Грузинка, жена, муж, осетин. Но когда маленькому человеку говорят, что вот ты рыцарь, будешь рыцарем. И если тебя начнут убить, я тебе помогу, ты не бойся, потому что у нас вот столько-то миллионов, он уже начинает тебя ненавидеть, потому что он хочет стать этим. Донецкая республика. Слово смешное, да? Народная. Народная республика, Донецкая народная республика. То, чего мы дошли. Я даже пошутил, очень много живет в Москве нерусских людей. Курды, я не знаю. Просто евреи становятся все меньше и меньше, они уезжают. Вот если в один день они скажут, что в нашем районе 60% живут, допустим, курды, и наш район будет там, район такой-то, Курдская народная республика. Все может произойти. То есть для вас Абхазия и Южная Осетия – это аналог Донецкой народной республики? Это аналог чего? Значит, это аналог моей земли. Приморский народ не имеет слова лодкой, пароход или корабль, это не может быть такого. Это горцы, адыги, оттуда пришедшие люди. И он засилил тогда эти земли, царь Давид, чтобы там люди защищали бы границы. Вот это все учительство. Я очень дружил с Примаковым, он Тбилисский, с Евгением Примаковым. Я сказал, я говорю, как получилось, я говорю, что Ассетия вдруг появилась на первом плане. А он говорит, это бывает. Это чтобы отвести ваш глаз от Абхазии. Чтобы вы уже думали, чтобы это не потерять. Я сейчас так плохо объясняю, но... Я поняла. Вот. У меня много друзей было. Там, в Абхазии, это райский уголок, там сухой климат. Потом и влажный. Сейчас мне сказали, что никому, никакой национальности не дают право купить там землю, кроме местных и российских. Продолжение следует... Спасибо.